Скандал за скандалом. Французская прокуратура взялась за партию Марин Лепен. Она обвиняет членов Национального фронта в разглашении профессиональной тайны, а помимо этого расследует факт фиктивного трудоустройства помощников Лепен. Выборы президента во Франции состоятся уже через две недели. Не пошатнут ли ее позиции новые разоблачения? Смотрите в сюжете. На подозрительные документы следователи наткнулись в штаб-квартире партии Национальный фронт. Среди бумаг нашли записи по парижским терактам в 2015-м. Оказалось, что это внутренние документы французских силовиков, и получить их ультраправые могли только обманным путем. Прокуратура начала расследование по делу о разглашении профессиональной тайны. Эти документы попали в руки следователей во время обысков по другому делу о фиктивном трудоустройстве двух помощников Лепен в Европарламенте. Их подозревают в получении зарплаты из госказны за работу, которую они на самом деле не выполняли. Все знают, что власти хотят подорвать доверие к некоторым кандидатам, в частности к нашему. Вот и все. Нам знакомы методы друзей Франсуа Оланда. В этом нет ничего удивительного. Политической атакой называет расследование и лидер партии. Марин Лепен уверена, таким образом ее дискредитируют накануне выборов президента. Эта информация была известна еще год назад. Год. Однако процесс ускорился только сейчас, перед выборами президента. Думаете, кого-то можно одурачить этим? Нет, ни одного француза. Сотрудничать со следствием Лепен отказывается повестки в суд, игнорирует. Пока новый скандал не отразился на ее рейтинге, но до выборов еще две с половиной недели. Я не могу вспомнить ни одни выборы, которые были такими же непредсказуемыми. Тем более, что мы уже видели в других западных странах, что результаты голосования могут быть совершенно непредвиденными. По результатам последнего соцопроса, Марин Лепен побеждает в первом туре с четвертью голосов избирателей. Во второй тур она проходит с независимым кандидатом-центристом Эммануэлем Макроном. Он отстает всего на один процент. Но вот на втором этапе голосования победу предсказывают именно Макрону, причем с серьезным отрывом. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер.